Свекровь Надежда Антоновна с категоричностью заявила мне, что Игорь выглядит совсем не похожим на нас. Я с удивлением посмотрела на нее, ведь мы только что вернулись из роддома, а Свекровь уже начала высказывать претензии. Свекр Александр Олегович быстро понял, что дело может обернуться скандалом, и мудро увел жену в другую комнату. Он улыбнулся мне, словно понимая мою благодарность за спасение. Я задумчиво взглянула на сына, рассматривая его бледное лицо, темные волосы и милый нос. Мне казалось, что в его чертах просматривается копия моего дедушки. Надо будет попросить у мамы старые фотографии для сравнения. И вот, кстати, о маме. Я вышла на балкон, пока сын оставался в кроватке. Мама, разговаривая по телефону с кем-то, возмущалась. Почему ты не явился, когда у меня появился внук? Закончив разговор, мама обняла меня, извиняясь за испорченный день. Прости, доченька, за все это. Не волнуйся, мама. Ты не несешь ответственности за его поступки. И ведь вы развелись давно, более десяти лет назад. Не стоит переживать. Он и здесь не нужен. Зачем разжигать старые раны? Под пестрым зонтом на причудливом берегу сидела мама, позабыв о времени. Она взглянула на меня с улыбкой, поглаживая свой любимый камень в кармане. Мудрость, да это твоя звезда, — воскликнула она вдруг, вставая с места и угоняя ветер в далекий угол. Мы потерялись во времени, но Игорь уже спит, пора отвести заботы за чашечку чая. На праздничном пироге было много тайн. Мы с Игорем обменивались взглядами, чувствуя себя как настоящие короли. Нам было весело, как будто мы разблокировали все секреты мира. Свекровь готовила планы вечеринки, но я твердо стояла на своем. В этот момент мне нужен был лишь покой. Когда незваные гости разлетелись, Родион подошел ко мне и, обняв крепко, произнес. Ты — мое сокровище, моя радуга. Спасибо за все, что ты для меня делаешь. Наша жизнь преобразилась с приходом Игоря. Несмотря на то, что мы ощущали счастье и без детей, с появлением сына наша семья стала идеальной. Мы не замечали, как прошли пять лет. Пеленки, распашонки, бессонные ночи и первые болезни были нашей повседневностью. Меня часто охватывали эмоции, и я рассказывала маме о том, что не могу справиться с сыном. Мама приходила ко мне, забирала сына и отправляла меня на улицу, чтобы прогуляться. Родион всегда был со мной, поддерживая меня. За прошедшие годы мы улучшили свои финансовые показатели, купили квартиру, сменили несколько автомобилей. Сын Игоря уже начал ходить в подготовительную группу детского сада, и скоро ему предстояло идти в школу. Не знаю, я уже волнуюсь, заметила я Родиону. От этой школьной жизни, постоянных учебных заданий. Мне страшно даже думать об этом. Может, мы оставим Игоря на домашнем обучении? Родион с улыбкой обнял меня. Не переживай так. Множество детей каждый день ходят в школу, и все в порядке. Но все равно страшно. Не волнуйся, я всегда буду здесь рядом. Так мы продолжали жить, поддерживая друг друга в трудные моменты. Наконец, зима закончилась, и наступили теплые весенние дни. Моя свекровь предложила нам приехать в загородный дом. Побыть на свежем воздухе, насладиться вкусными овощами и шашлыками. Мы, разумеется, с радостью приняли ее предложение. Пока я находилась в ожидании, Надежда Антоновна вела себя странно по отношению к Игорю. Она не проявляла интереса к внуку, не играла с ним и редко брала его на руки. Вид ее лица был непонятным, когда мальчик играл во дворе. Александр Олегович пытался сгладить ситуацию, не отпуская Игоря из рук, уча его рыбачить и рассказывая забавные истории. Поведение свекрови омрачило атмосферу на отдыхе, хотя она мечтала о заботе о будущем внуке. Во время уборки вечером на летней кухне со свекровью, когда мы мыли посуду, Надежда Антоновна внезапно начала играть на шарманке. Го, посмотри, у него уже появились веснушки. И какой ты совсем не похож на Родиона. Ты утверждаешь, что родила его от сына? Я не желаю воспитывать чужого ребенка, заключила свекровь, смеясь, но ее слова задели меня. Ну вы же его и не воспитываете, холодно отреагировала я, относитесь к нему, как к чужому. Женщина фиркнула и громко ударила тарелкой по столу. Потому что он нам не родной. Ты просто не хочешь это признавать. Смутила голову моему сыну, села на его шею и еще повесила ребенка. Гулёна ты! И тебе страшно проверки. Я устала от всего этого. Мужчины сбегались к шуму, но я ответила свекрови с улыбкой. Наши действия приведут к тому, что мы проведем тест ДНК. Не забудьте, ваш муж тоже должен убедиться в своем отцовстве. Неужели? Изумилась Надежда Антоновна. Неужели ты считаешь, что я виновата? Но ведь вы делаете то же самое. Ваше поведение в отношении Игоря портит мне настроение. Только вы убеждены, что я его недооцениваю, что я обманываю всех вокруг. Надежда Антоновна, возможно, стоит посмотреть на себя. Внезапно я почувствовала, как жгучая боль охватила мою щеку. На меня из-под тишка поглядывала свекровь, ее рука повисла в воздухе. Я не могла устоять перед гневом, который вспыхнул во мне. Глаза у тебя колют. Ох ты! Закричала свекровь и снова схватилась, но свекор муж Надежды Антоновны вмешался. Надежда, что ты делаешь? Хватит! Посмотри, как ты довела девушку своими беспочвенными упреками. Потому что я права. Почему никто не хочет понять это? Игорь для нас чужой. Я не желала продолжать разговор со свекровью. Просто пошла в комнату к сыну, собрала его вместе и увезла на автомобиле. Смотри, Анфиса! Кричал муж, пытаясь меня остановить, и тут же появился свекор из-за угла. Давай, Родион, поехали домой. Пусть твоя мама успокоится. А то ведь я могу сказать ей много неприятных слов, решила я, улыбаясь, и посадила всех в машину. Не обижайся на нее, Анфиса, она просто иногда немного странная, успокаивал меня свекор. Все хорошо, просто я хочу от нее отдохнуть, ответила я и стартовала. Будьте осторожны на дороге, предупредила меня свекровь. Не забудь позвонить, когда будете дома, напомнил муж. Мы тронулись с места, и я начала развлекать Игоря песнями и рассказами. После дороги, купания и ложи в постель, я была такой уставшей, что заснула мгновенно, когда голова коснулась подушки. С утра я взяла с собой сына и пошла с ним в лабораторию. Оказалось, что у нас хватило материала для анализа и без Родиона. Игорь интересно разглядывал все вокруг, не проявляя никакой нетерпеливости. Через несколько дней я получила результаты. Я предполагала, что там будет написано. Игорь, сын Родиона и меня. Я спрятала результаты в сумку, решив не делиться информацией с кем-либо из родственников. Инцидент со свекровью уже забыт. Мы практически не встречались с тех пор. И если случалось пересечение, то Надежда Антоновна вела себя холодно и дистанцированно. Она даже перестала обращать внимание на Игоря. Меня это устраивало полностью. Это означало, что она больше не будет донимать меня своими упреками. Вечером, когда наступило время отпраздновать день рождения Александра Олеговича, мы были встречены со слезами на глазах мужчины. Сильный и волевой, он принимал поздравления от Игоря, говоря, что семейное счастье — это самое важное в жизни. Собравшись вместе, мы удивили его подарком, новыми приспособлениями для рыбалки, дополнив его стихом и открыткой, нарисованной сыном. Свекор крепко обнял меня и потянулся к Родиону, улыбаясь и благодаря встрече. Вечер прошел в тишине и мире, пока свекровь невнезапно рассказала о появлении внучки у ее сестры, назвав ее копией нашей мамы. «Поздравляю», — произнесла я случайно. «Какая красивая девочка!» Восхищенно заметил свекор. Я решительно поднялась со стула, игнорируя глаза мужа. «Ну что, как вам наш мальчик?» Вопросом в ответ на свои слова указала на Игоря, который играл у пола. Александр Олегович встал, чтобы последовать за мной, но я предотвратила его. «Подождите меня здесь!» Я быстро пошла в соседнюю комнату и вернулась, держа в руках папку с результатами ДНК-теста. Я протянула бумагу свекрови. «Смотрите, это подтверждение, что Игорь — сын Родиона, как и я говорила. И он точная копия моего деда. Вам стоит ознакомиться с понятием рецессивных генов, Надежда Антоновна». Жадно вчитывалась женщина в текст, утверждая, что здесь произошла ошибка. Она сделала тест, чтобы Надежда Антоновна отстала от нее и от Игоря. В ответ на возмущение свекрови она сказала, что они ее приняли, а она лишь показала свою истинную натуру. Слова свекрови о намеках она отвергла и с усмешкой направилась к сыну. После этого они собрались домой, и она заметила, что свекор задумчив. После трудного дня Родион вернулся домой, его лицо выражало глубокое расстройство. Я сразу почувствовала, что что-то случилось и спросила. «Что произошло?» Не в силах сдержать эмоции, он тяжело опустился на пол. Взволнованная, я предложила вызвать скорую, но муж схватил меня и обнял крепко. «Просто остав меня наедине на некоторое время», — мягко попросил он. Я замерла, ждущая, что он придет в себя. Через некоторое время Родион начал разговаривать. Несколько дней назад папа и я пошли в лабораторию. Там я узнал, что он не мой отец. Реакция мамы, твои слова. Мой сильный и надежный муж, обычно сдержанный, теперь плакал, в его голосе звучали детские слезы. Его рыдания сокресали его тело. «Все идет не по плану, Родион, я здесь, чтобы поддержать тебя, мои утешения не приносили результатов». «Почему она поступила так с нами?» «Все это время обманывала нас». «И теперь еще пытается на нас сваливать вину». «Что будет дальше, Анфиса?» «Я не уверена, дорогой». «Не уверена». После того, как уложила сына и мужа, я сидела за столом на кухне, пила кофе. Не могла представить, что же сейчас происходит в сердце Родиона. Мои размышления нарушил стук в дверь. «Кто же по такому позднему часу пришел?» Поднявшись, я посмотрела в глазок и быстро начала открывать замки. Сегодня был тяжелый день, и Александр Олегович пришел домой поздно. Увидев его, улыбнулась и предложила ему отдохнуть. Свекор сразу пошел спать, не произнеся ни слова. Все эти разговоры и молчание смутили меня, и я перестала понимать, что происходит. На следующий день все стало ясно. Александр Олегович собрал нас за столом и объявил, что он и мать разводятся. Мой муж, услышав это, мрачно кивнул. Александр Олегович добавил, что, несмотря на все, он не хочет терять своего сына. Он сказал, что у него есть семья, любимая невестка и внук, и что они просто больше не могут быть вместе с матерью. После того, как родители Родиона развелись, муж стал навещать мать и иногда брал с собой Игоря. Но что-то в его сердце поломалось из-за ее поступка, и он перестал доверять ей. В то же время отношения с неродным отцом стали еще крепче. Родион внезапно всхлипнул и бросился в объятия к отцу. С пеленой на глазах я увидела, как отец и сын стали неразлучными. Они удивительно умудрились сохранить свою семью даже после всех испытаний. Наша судьба сложилась весьма удивительно. Если бы свекровь не начала обвинять меня в измене, никто ничего бы не узнал. А так теперь мой муж знает, что всю жизнь его воспитывал неродной отец. Во всем, разумеется, виновата свекровь, возможно, ей стоило вообще помолчать, иногда ложь во благо бывает очень полезной. А что думаете вы, уважаемые зрители? Право свекровь или нет, ситуация не из простых. Как бы вы поступили на ее месте? Пишите свое мнение в комментарии, также небольшая просьба поставить лайк и подписаться на... С самого раннего утра мать готовила множество приготовлений. Но зачем все это? Зачем столько усилий ради тех странных родственников, которые всегда лезут не в свое дело? Удивлялась Людмила, как мать старалась заигрывать со своей сестрой. Людмила всегда была откровенным человеком, и если ей кто-то не нравился, она никогда не желала иметь с ним дело. Даже если это был ее собственный родственник. Однако мама Екатерина Игнатовна имела совершенно иное мнение. Для нее семейные узы всегда стояли на первом месте. Особенно важно было поддерживать отношения с родственниками, которые обладали связями и хорошим финансовым положением. Екатерина Игнатовна, не воспринимая слов дочери, отмахнулась от обвинений в адвестете Тамары. Стараясь забыть о давних ссорах, она пыталась убедить Людмилу, что прошлое нельзя держать в сердце так долго. Но дочь не соглашалась и настаивала, что Тамара осталась такой же неприятной и агрессивной. Екатерина Игнатовна решительно прервала разговор и запретила дочери говорить плохо о своей кузине. Начнем с детства, где все начинается. Важно помнить, что эмоциональные травмы, полученные в детстве, могут сильно повлиять на всю жизнь. Тетя Тамара, о которой вспомнила Людмила, связана была с неприятными воспоминаниями. Самое обидное в этой ситуации, что мать не осознавала, какую боль наносила ей тетя Тамара. «Людмила, ты ведь понимаешь, что этот человек гораздо старше тебя, а ты ведешь себя неадекватно!» Заявила она ей уверенно и с гордостью захлопнула дверь. Давным-давно, когда Людмила праздновала свой день рождения, она устроила мероприятие, которое оказалось нелепым и забавным. Гости были поражены, увидев, как она подарила своей младшей сестре Ирине планшет, а сама получила от нее куклу. Изначально тетя Тамара не проявляла симпатии к Людмиле, но зато любила ее сестру Ирину. Это было очень заметно, она демонстрировала свою предвзятость во всем. Необычно, что мать никак не реагировала на это. Мать, как обычно, должна была бы вмешаться и разрешить этот конфликт, но Екатерине Игнатовной было выгодно иметь такую нелепую ситуацию в семье. Возможно, это было нужно ей до каких-то скрытых целей. В ожидании прибытия тети Тамары, Людмила испытывала желание скорее покинуть дом. Она уже договорилась встретиться с подругой, когда мать внезапно встала на ее пути. «Куда ты направляешься?» — спросила мать. К Алене, — ответила Людмила, начиная собираться. Однако мать напомнила ей о гостях. «А ты забыла, что у нас сегодня приезжает тетя?» Людмила, помня об этом, пыталась ускользнуть из дома, но материнское настойчивое запрещение остановило ее. «Ты не уйдешь!» — решительно заявила мать. Людмиле было даже смешно. Как забавно, что 23-летняя дочь пыталась удержать дома Екатерина Игнатовна. Мама вдруг рассмеялась, когда дочь сообщила ей о своем уходе к Алене. Невероятно правильная по натуре, женщина начала придираться к дочери за ее неразборчивое поведение. Людмила, чтобы не разочаровать мать, решила помочь накрыть на стол, хотя она собиралась уходить. Тетя Тамара уже почти была у порога, и Екатерина Игнатовна приготовила такой стол, словно готовился праздник для целой армии. Но в итоге все это было ради одной тети Тамары. Все это приводило к тому, что Людмила испытывала неловкость в присутствии тети Тамары. Странно, что мать не видела их наигранной улыбки, не понимая, что все это лишь фальшь. Людмила знала, что тетя никогда не была искренней с ней. Все было притворством. «Привет, Людмила!» «Как приятно тебя видеть здесь», — сказала тетя, комфортно устроившись на диване и подложив под голову подушку. «Почему так происходит?» «Я думала, ты давно уже живешь с парнем». «А тут все еще с мамой». Тетя Тамара часто обсуждала тему личных границ, не понимая, что это такое. Она была настоящим продуктом советского воспитания, где никто не говорил о необходимости уважать чужую индивидуальность. «Я здесь, не волнуйтесь. С кем-то новым встречаешься?» Спрашивала тетя. «Пока никого подходящего». Тетя просто засмеялась в ответ. «Смотри, время летит. У меня в твои годы уже двое детей было». «Я знаю». Затем Екатерина Игнатовна сменила тему на работу, но видно было, что тете Тамаре это было не очень интересно. Тетя Тамара, не иначе, забыла принять лекарство от предвзятости, когда спросила Екатерина, не смущает ли ее занимаемая должность. При этом она делала себе салат. Она, в свою очередь, удивленно ответила, что ей все нравится и никаких проблем. Тетка не унималась, ведь ты всю жизнь проработала учителем по музыке. Не считаешь ли ты это недостаточным достижением? Мать, видя ее дочь в неловком положении, даже покраснела. Екатерина Игнатовна, несмотря на недостаточную зарплату, искренне любила свою работу в детской музыкальной школе и проводила там много интересных мероприятий. Тетя Тамара с удовольствием делилась своими успехами, подчеркивая, что ей далеко до обычных забот. После того, как Людмила заявила о своем желании навестить подругу, она устала от бесконечного представления, происходившего у нее дома. Замечание о том, что Людмила вновь собирается исчезнуть с подругой, вызвало удивление и раздражение. Тетя Тамара с недовольством побледела на девушку, напоминая ей о важности поиска подходящего молодого человека. Людмила, хоть и согласилась, что придется собираться, но решительно направилась к выходу. Несмотря на все уговоры, тетя Тамара стояла на своем мнении и не отступала. «Вот интересно, почему у тебя парня нет, я думаю, что дело в твоем характере», — заявила тетя Тамара. «Почему ты так считаешь?» — неожиданно спросила Людмила. Она была удивлена предположениями своей тетки. «Ну, ты такая непослушная, что неудивительно, что муж не выдержал. Никто не захочет с тобой иметь дело». Людмила вспыхнула и решила не молчать. «Возможно, ты именно такая, поэтому муж ушел от тебя», — ответила она. «Что ты говоришь?» переспросила тетка, делая вид, что не понимает. Тетя Тамара была поражена тем, что кто-то решил поставить ее на место. Несмотря на то, что это должно было произойти давно, Людмила решила сделать это только сейчас. Екатерина Игнатовна не собиралась молчать и вмешалась в разговор. «Людмила, что с тобой случилось?» «Пожалуйста, прекрати так разговаривать!» «Как ты смеешь!» — закричала тетя Тамара, удивленная такой наглостью. «Я говорю то же самое, что и вы, тетя Тамара. И еще ведете себя не по-женски в чужом доме». Тетя Тамара в ярости заявила, что больше не позволит никому так себя обижать. Мать Екатерина Игнатовна, пытаясь успокоить ситуацию, оправдывала свою сестру, но тетя Тамара упорно настаивала на своей правоте. Она утверждала, что хамство можно терпеть только от нее. Внезапно разразился скандал, тетка начала кричать так громко, что соседи стучали по стенам. Но тете Тамаре было все равно, она верила только в свою правду, которая всегда оставалась на ее стороне. «Никогда больше я не вернусь сюда, и не рассчитывайте на мою помощь!» «Как хочешь!» — кричала Людмила, убегая от тети. Но конфликт не закончился. Сейчас Екатерина Игнатовна отказывалась разговаривать со своей дочерью. Из ее уст прозвучали слова, которые она не ожидала услышать. «Ты меня совсем не уважаешь!» «Мама, о чем ты вообще говоришь?» «Она унизила тебя и меня перед тобой!» Но Екатерина Игнатовна была непоколебима. «Если тебе не нравится, уходи и живи сама!» «Мне хватит этого!» Людмила вздрогнула от слышимого. «Так что, ты считаешь, что я должна покинуть этот уютный уголок?» «Представляй это, как хочешь, но я не хочу видеть себя в обществе таких грубиянов, как ты!» Дочь Людмила была в полном замешательстве. Она решила позвонить подруге Алене и попросить пожить на пару дней. В это время мама набрала номер тети Тамары, которая ушла и извинилась перед ней искренне за поведение своей дочери, поскольку она обещала помочь. Ведь у нее была мощная поддержка и ей доверяли многие, поэтому ей не хотелось портить с ней отношения. Дочь Людмила ушла и потом в дальнейшем стала жить отдельно и снимать недорогую квартиру, мать ей поставила ультиматум, она должна была позвонить тете Тамаре по видеозвонку и извиниться перед ней и только после этого она готова была с ней общаться, дочь Людмила пошла на принцип и не хотела извиняться. В итоге это продолжается уже полгода, как будет дальше продолжаться Людмила сама не понимает, может ей и придется прогнуться и пойти на эти условия. А как бы вы поступили? Все-таки общение с матерью ей важно, а извиниться ну как бы не так уже сложно. Пишите свое мнение в комментарии, как бы вы поступили на месте Людмилы, также небольшая. Свекровь восхищалась моим новым ремонтом, считая его невероятно красивым. Она предложила бы подождать, чтобы вместе с Игорем переехать и помочь. Но я уточнила, что Игорь в командировке, а ездить по съемному жилью мне надоело. Бригада выполнила все работы, и я благодарно улыбнулась родителям вновь. Через месяц после свадьбы родители подарили мне квартиру, лучший подарок, о котором я только могла мечтать. Свекровь отметил, что в квартире просторно и уютно, и выразил одобрение. Первые полгода после свадьбы пролетели незаметно. Я продвигалась по карьерной лестнице, а Игорь наслаждался жизнью в новом доме. Раньше он каждый день ездил на работу на автобусе из деревни и возвращался домой поздно. Но теперь все изменилось и стало лучше. Вечером я выразила желание приобрести телевизор и посудомоечную машину, заявив, что уборка не в моем вкусе. Игорь нежно поцеловал меня в щечку, обещая, что все будет хорошо. На день рождения Игоря я устроила вечеринку и пригласила его родителей к нам. Подарки были вручены, и родители Игоря начали разговор о родственниках. Вдруг свекор Петр Трофимович похвалил меня за то, что я городская и с квартирой, добавив, что теперь нас будет куда пригласить родственников. Ужин был накрыт, и все собрались за столом. Я рассматривала блюда, представляя, что сказал Петр Трофимович. Он такой загадочный иногда, кто знает, может, он и вправду имел в виду что-то серьезное. Полина внезапно прервала мои размышления. Татьяна, скорее приноси еду, мы уже умираем от голода. С тревогой в глазах я побежала на кухню. Время размышлений о свекре ушло на разливание блюда по тарелкам. Не мог же он говорить серьезно? Кто в здравом уме просто так врывается в чужое пространство? Надеюсь, что мои новые связи будут придерживаться некоторых норм приличия. В итоге тема квартиры на ужине не обсуждалась. И, конечно, это забылось всем через несколько недель. Один звонок в дверь прервал наше спокойствие, и в нашем доме появились неожиданные гости, мать и отец моего мужа. Свекров радостно улыбалась, объясняя, что пришла на несколько дней, пока у них дома ремонтируют проводку. Мы были поражены их неожиданным приездом, ведь Игорь не предупреждал нас о нем. Пока они разговаривали с мужем, я тихо увела его на балкон, чтобы разобраться в происходящем. Внезапно мне стало ясно, что женщины сущие королевы в человеческом обличье. Они умеют баловать своих мужчин и не требуют ничего взамен. Мы с Игорем вместе занимаемся домашними делами, и это нормально. Но вот свекровь настаивала, что мужчине не стоит убираться, что это не его дело. Кажется, она даже сахар в чашке за него не размешает. Я пыталась объяснить, что это не проблема, но она все равно недовольно погрозила. Если продолжишь пылесосить вместе с Игорем, он уйдет. Помни это. Я сразу выразила свои требования. Конец внезапным гостям. Я хочу тишины и покоя здесь. Муж молча согласился. Но это не улучшило ситуацию. Он постоянно заявлял. Завтра у нас будут гости. То есть, он информировал меня, как он обходился. Я перестала обращать внимание на его родственников. Они стали просто шумом, с которым нужно было смириться. Я молча сносила все их прихоти. Но я не собиралась становиться такой же. Когда однажды муж сказал, принеси мне кофе и что-то к нему. Я вспылила, несмотря на то, что он не отрывался от телевизора, и ответила ему, указывая на кухню и напоминая, что я не служанка. Муж с удивлением посмотрел на меня, но сам пошел готовить перекус. В последующие разы, когда он пытался дать мне какое-то указание, я отвечала резко, что приводило его в недоумение. Однако, он начал жаловаться своему брату о том, что я не делаю для него так, как делает его жена для него, и упрекал меня в нелюбви. Взгляд мой удивленно уперся в супруга. Непостижимо, как он ожидал, что я буду исполнять его желания наравне с матерью. Я ушла в спальню, взяв свою тарелку. Слышался шум из кухни, где брат Игоря, Руслан, продолжал утверждать, что я холодная и ничего не ценю. Поздно ночью Игорь пришел извиняться. «Ты знаешь, что у нас в семье свои правила? Прости!» Произнес он. Я отметила, что Тамара не работает, а я сама много устаю на работе. Я выбирала взрослого партнера, а не ребенка, требующего непрерывного ухода. «Игорь, не забывай, что живешь со мной, а не с мамой», — напомнила я ему. После этого он перестал меня удивлять своими требованиями. Теперь чаще всего к нам заглядывали русло с Тамарой. Каждую неделю кто-то из семьи Игоря оставался на ночь в моей квартире. «А где моя зубная щетка?» — неожиданно крикнул Игорь. Не забудь взять свою бритву, я критически осматривала чемодан. Игоря отправили в командировку на две недели. Решив не скучать одна, я решила взять отпуск и съездить к родителям. «Ты уже собралась?» — спросил меня Игорь, обнимаясь сзади. Я махнул рукой в сторону рюкзака, стоявшего у двери. Прощание с мужем в аэропорту было эмоциональным, слезы текли неудержимо. Мы с нетерпением ждали нашей встречи в конце месяца. Первая неделя в родном городе пролетела быстро, как один день. Родители баловали меня и пытались узнать о моих планах. Я почувствовала себя снова ребенком, вернувшись в свою детскую комнату. Но однажды телефонный звонок разбудил меня из глубокого сна. Меня вызывали на работу раньше срока. Я собрала вещи в спешке и отправилась домой на поезде. Пронзительный визг сирены привлек мое внимание, когда я приближалась к двери. Громадный замок неожиданно раступился перед моими усилиями, и я вошла в таинственное пространство. Коридор был заставлен разноцветными коврами, красиво выложенными на полу. Из гостиной доносились тихие шорохи и приглушенные звуки. Я схватила зонт, который легко лежал, и решительно продвинулась вперед. В проходе я становилась ошеломленным видом. На старом диване, пестрившем яркими цветами, расположились двое незнакомцев. Вокруг них кипела активная деятельность, крошечные детали создавали картину исключительной интриги. «Какие сложные планы разворачиваются здесь?» — прорычала я. Они вздрогнули, уловив мой вызов, и все вокруг замерло в ожидании. «Татьяна, а зачем ты пришла?» — раздался неуверенный голос. «В свой дом?» — прозвучал мой ответ, звучащий как загадка. Тамара весело захохотала. «Почему вы здесь?» — спросила я удивленно. «Мы случайно оказались здесь», — объяснил брат мужа Руслан. «Мы хотели просто немного погулять и отдохнуть. Мама дала нам ключи, и мы решили провести время в вашей квартире. А меня даже не предупредили?» — возмущенно спросила я. «Но ведь мы семья, не так ли?» — уверенно заявила жена брата мужа Тамара. «Не в моей семье», — отрезала я. «Уходите отсюда немедленно». Но уже поздно вздохнула девушка. Последний автобус уже ушел. Посреди ночи, в тишине и пустоте квартиры, решение было принято. Я позвонила в такси и отправила их в гостиницу. Пусть входят, пусть гуляют, но не здесь, не в моем пространстве. Уже прошло несколько часов, как нежданные посетители исчезли. Но я все еще чувствовала злость, которую надо было погасить. И тогда я решила позвонить свекрови. «Алло!» — послышался милый голос с другого конца провода. «Мирослава Пантелеевна, почему ваш сын получил ключи от моей квартиры?» Свекровь замешкалась, не найдя слов. Они просто нуждались вместе для ночлега. «Неужели ты так же одна?» — сказала Мирослава Пантелеевна. «Да, моя квартира — это мое убежище. И я не желаю видеть там посторонних. Особенно без ведома. И вообще, откуда у вас ключи?» Для экстренного случая подготовил игр-комплект. «Конечно. Закончим разговор. Никаких нежеланных гостей больше, это относится ко всем. Я устала от того, что никак не могу расслабиться даже в выходные. Теперь вы спрашиваете, можно ли прийти в гости, а информацию не передаете через игре. Правильно. «Ну как ты можешь?» «Я имею право», — встала на свое Мирослава Пантелеевна. «Здесь мои правила действуют. Это моя квартира», — начала кричать я. Завершила разговор, даже не дослушав, что хотела сказать Свекровь. «Придется потратить остаток вечера на уборку». Когда я привела квартиру в порядок, телефон прозвенел. Я спросила мужа, Игоря, все ли в порядке. «Ты меня оскорбляешь, почему?» — ответил он. «Моя мама, сердце. Я не знала, что сказать. Муж не поддержал меня. Тут жили посторонние, тебя это не смущает?» — спросила я. «Моя семья!» — закричал Игорь. «Они могут оставаться, сколько захотят». Я ответила тихо. «Понятно, они могут оставаться». Звонок был сброшен мною второй раз за день. Я решила нанять мастера, который за хорошую плату согласился приехать и заменить замки. Наполненные вещами Игоря, я осознавала, что наша страсть не выдержала испытаний его семьей. Это утешительно, что в случае развода у нас не будет чего делить. Муж застонал в трубке, давая понять, что я правильно поступила. «Да, именно. Зачем лишний раз устраивать скандал из-за ничего?» — спросил он. «Ты знаешь, у тебя дома могут оставаться столько, сколько хотят. У меня же такой возможности нет», — отвечала я. «Что, Татьяна? Возвращайся с командировки к маме», — жестко сказала. «Я отправлю тебе вещи, не беспокойся. Ты там устроишь свои правила, а я устала все это терпеть. Не знаю, правильно ли я поступила в этой ситуации, или весьма жестко. Пишите свое мнение в комментарии, быть может и в вашей жизни, тоже попадаясь такие наглые родственники. Также небольшая просьба поставить... Все началось с момента, когда я решила сменить стиль жизни. Уже был позади период академических достижений, карьеры и оплаченные ипотеки за квартиру в центре города. Я была не как все, неяркая красавица с ногами до ушей. Но за мной всегда было много мужчин, которые стремились познакомиться с моими родителями и носили кольца. Мои подруги университета не могли понять, почему так происходит. Они были красивыми и привлекательными, а я была обычной. В моей жизни никогда не было эпических драм и конкуренции со стороны других девушек. Я всегда привлекала внимание мужчин, которые стремились ко мне, не только для скоротичного уединения на заднем сиденье машины, но и для серьезных отношений. Смывались рассветные оттенки, когда я растерялась в лабиринте мыслей, не понимая смысла окружающего мира. В молодости, когда тебе кажется, что весь космос у твоих ног и каждая тропинка ведет к новым открытиям. Огонек внимания, исходящий от противоположного пола, заставлял сердце трепетать, а предложения руки и сердца, сыпавшиеся со всех сторон, казались как мед для души. Что еще можно захотеть? Но ни одному из поклонников я не отвечала взаимностью, мне никто не приходился по душе. Совсем. Сердце молчало, и даже бабочки в животе не шевелились. Но потом произошла та встреча, которую никто не ожидал. В нашем коллективе появился молодой человек, чье появление было совершенно непредсказуемо. Прохора представили как юное дарование, гений и естественный лидер. Однако позже выяснилось, что его карьерный рост был обусловлен связями по крови, а не его способностями. Меня околдовал полностью один из коллег, который освоил женскую часть нашей команды. Я не смогла устоять перед его искренним интересом, хоть я осознавала, что возрастной разрыв в восемь лет не обещал ничего хорошего. Впервые в жизни меня охватила такая буря чувств, что я чувствовала себя как тринадцатилетняя девушка, влюбленная впервые. Уже через месяц после начала нашего романа он перебрался ко мне, и наше счастье было столь полным, как только возможно. Я улыбалась беспрерывно, даже на рабочем месте, и ощущала, будто за моей спиной выросли крылья. Все в офисе были заняты своими делами, не обращая внимания на меня. Особенно заметили это молодые сотрудницы, которые не оценили Прохора. На самом деле мне было все равно на их мнение, я была поглощена своими чувствами и предвкушала радужное будущее. Однако я не учла один важный аспект. Когда ты привыкла к самостоятельной жизни в тридцать четыре года, у тебя есть свои устоявшиеся привычки и ритуалы, и впускать другого взрослого человека на свою территорию становится сложно. Когда гормональная анестезия пропадает, я начинаю замечать, что многое в поведении моего молодого избранника меня раздражает. Возможно, не все было настолько критично. Грязные кружки, около ноутбука, разбросанные вещи, мокрое полотенце в любых местах, беспорядок на кровати — все это было обычным явлением. Меня беспокоило его увлечение компьютерными играми. Прохор мог играть до поздней ночи, забывая обо всем, включая свою работу, которую ему приходилось спешно покидать утром. В общем, я считала его поведение инфантильным. Мой Прохор оказался взрослым ребенком. Но его шарм, нежность и умение превращать обычные дни в праздник компенсировали эту его особенность, и я приняла это. После года встреч с моим возлюбленным, я, взвесив все плюсы и минусы, приняла его предложение. Решив обойтись без роскошных свадеб, мы просто заключили брак и отправились на недельный отдых на побережье. Важно отметить, что мать моего избранника, Анна Родионовна, отнеслась ко мне с абсолютным недоверием. Несмотря на то, что эта женщина была всего на 14 лет старше меня, она считала себя неким заступником нравов. Мой партнер не видел ничего плохого в ее поведении и уверял меня, что лучше жить с ним, а не с его матерью. В тот момент я доверчиво поверила ему. Прохор был со мной, когда Анна Родионовна позвонила и высказала мне массу оскорблений за то, что я не пришла на регистрацию, ссылаясь на болезнь. Она пожелала мне как можно скорее уйти из этого мира, испытывая страшные муки. Хоть это было неприятно, но в присутствии Прохора трудно было долго грустить. Мы с Прохором, имея финансовую стабильность, сразу после свадьбы решили приобрести четырехкомнатную квартиру в новом доме и задумались о потомстве. У меня были свои накопления, а Прохор заверил, что у него тоже есть неплохая сумма на счету, позволяющая нам обойтись без кредита. Эта новость поразила меня, но я была рада, что мы вносим свой равный вклад, это делало нас более справедливыми. В то время, когда Прохор закричал сделку, я находилась в напряженной рабочей ситуации. Поэтому все мои усилия были направлены на выполнение важного корпоративного контракта, и я была постоянно в командировках, устав от бесконечных перелетов и переговоров. Наш выбор пал на квартиру с уже выполненной отделкой, что позволило нам сразу после получения ключей переехать. Весь процесс переезда был сугубо на плечах моего мужа, который справился с этой задачей безупречно, не произнеся ни единого слова упрека в мой адрес. После этого я приняла решение сдавать свое первое жилье в аренду, чтобы обеспечить себя финансово на время декретного отпуска и насладиться материнством без лишних хлопот. После долгих месяцев работы над проектом и заключения выгодного контракта, я наконец вернулась домой. Но там меня поджидал необычный сюрприз. Анна Родионовна, в своей новой квартире я чувствовала себя неуютно, ведь я еще почти не видела ее, а Анна Родионовна вела себя как хозяйка. Мне показалось, что квартиру обставила свекровь, ведь Прохор, мой любимый, не мог выбрать такие яркие шторы и громоздкую мебель. У него был отличный вкус, и мы всегда согласовывали все вместе. Я шагнула через порог незнакомой квартиры и тут же спросила, приветствую, Анна Родионовна. Где же муж Прохор? Вот это да! Прокричала женщина на меня с иронией в голосе. У меня даже младшие подруги. Чем ты? И мы с ними на ты общаемся. Я просто проигнорировала ее насмешку и отправилась в ванную, чтобы немного приготовиться после долгой поездки. И там меня ожидал настоящий шок. Весь шкаф был забит косметикой свекрови. Я чувствовала себя, как будто в чужом доме, и даже неудобно было брать мыло и полотенце. Вышла я на улицу и испугалась до мурашек. Под дверью меня подстерегала свекровь, Анна Родионовна улыбалась со зловещим пузырьком в руках. Мать Прохора, назвав меня по отчеству, предложила прекрасное средство из аптеки, утверждая, что она мгновенно разглаживает морщины. Я поняла, что с такой женщиной мне не ужиться, и превращать свой дом в общежитие не планировала. Получив в руки странный тюбик с надписью «45+,» я задумалась о смысле этого жеста. Вероятно, она пыталась подшутить надо мной, но я не собиралась опускаться до ее уровня. С улыбкой я вернула ей тюбик, отметив, что не пользуюсь низкокачественной косметикой, но все равно благодарю за участие. Затем я решила попробовать позвонить мужу, но он оказался недоступен. Поэтому я легла на кровать и, несмотря на неудобства, смогла заснуть. Не хотелось общаться со свекровью или бесцельно ждать Прохора. Усталость взяла свое, и я растворилась в сновидениях. Проснулась от запаха роз и теплого голоса. «Добро пожаловать, моя дорогая! Скучал по тебе!» Взглянула на Прохора, смешанное чувство радости и раздражения. Встала, встретив его взгляд. «Прохор, привет! Я тоже скучала, но почему твоя мать здесь? Она же неприязненно ко мне относится. А весь этот декор, зачем ты его купил без моего согласия?» «Успокойся, Екатерина!» Улыбнулся Прохор. «Мама помогала мне с переездом, уборкой и созданием атмосферы. Мебель можно поменять, не так ли?» Я вздохнула тяжело и сказала сукоризной. «Ну что за интерьер у нас? Я просто не могу его терпеть. Скажи мне, сколько еще здесь продержится Анна Родионовна?» Внезапно в дверь ворвалась свекровь, как будто я случайная гостья, которую никто не ждал, и с видом, что она сама хозяйка этого места. «Дорогой, идем кушать, ужин готов», — бесцеремонно заявила свекровь Анна Родионовна. «Я нахмурилась, осознавая, что не могу терпеть такую обстановку. Либо твоя мама здесь живет, либо я», — заявила я мужу, ставя ультиматум. «Я не собиралась мириться с ее выходками». В тишине комнаты зазвучало признание Прохора. «Мама оставалась в этом городе, она изменила свое жилище на вечное место жительства. С признанием о том, что половина средств для покупки квартиры была предоставлена матерью, и она была законным владельцем, я попал в ловушку лжи. «Прощай, я уверен, что мы найдем общий язык, мы все, в конце концов, взрослые люди». Я долго молчала, уставившись в пустоту, переваривая услышанное от Прохора. Мне было горько. Осознав, что Прохор предал меня и выманил большую сумму денег обманам, я молча взяла свой чемодан, который еще не успела распаковать, и удалилась. После возвращения в свое жилище я пролила несколько дней слезы. Меня наглым образом обманули. Голову мою наполнили разнообразные мысли, которые сейчас пугает вспоминать, но я нашла в себе силы и решимость жить дальше. После прошел месяц и восстановления психического равновесия, я решила разорвать брак и добилась компенсации за средства, вложенные в приобретение жилья. К счастью, я сделала первоначальный взнос не насчет Прохора, а напрямую со своего накопительного счета на счет застройщика. Этот момент меня и спас, так что имейте в виду, может, кому и пригодится в жизни. Отныне я не встречалась с бывшим супругом, так как ушла с работы. С радостью приняла предложение столичных партнеров нашей компании, с которыми заключила контракт в период бедствия. Продав квартиру, я собрала сумму, полученную по решению суда от Прохора, и купила жилье в столице. Они, конечно, не ожидали, что у меня получится вернуть деньги. Таким образом, я убедилась, что жизнь, лишая нас одного, дарит нам другое в изобилии. Вот в такую сложную ситуацию я попала в жизни, когда доверила оформление квартиры Прохору. Были ли у вас похожие ситуации? Да и что в целом думаете? Пишите в комментарии, надеюсь, мой печальный опыт кому-нибудь, да и поможет в жизни. Также небольшая просьба поставить лайк и подписаться на канал. Спокойно, мама, ты подумай хорошо. Слышишь себя? Возможно ли, что он тебя просто выгонит? По-твоему, это непонятно? Ксении, не спорь, я так уверена. Вначале она пыталась проявить силу и независимость, утверждая свою точку зрения. Но затем она просто расплакалась, осознав, что поступает несправедливо по отношению к своей дочери. Причина заключалась в том, что Сергей, брат Ксении, всегда был золотым мальчиком. Екатерина Артуровна родила его, когда ей было за 30 лет, а Ксению — молодой и глупой. В те годы Екатерина Артуровна обещала закончить вуз, воспитывая дочь в основном. Когда она вышла замуж второй раз, осознанно родила Сергея и наслаждалась материнством. Поэтому к дочери она относилась так, а вот сыну — еще ближе. Ксении прекрасно видела, как мать открыто предпочитает брата. Обычно родители делают это завуалированно, но здесь не скрывали, что Сергей ближе. И все же удивлялись, почему между братом и сестрой не было теплых отношений. Наверное, были свои причины. Ксении, несмотря на свой юный возраст, уже привыкла к тому, что ей приходится довольствоваться минимумом. Сергей же, хоть и младше ее на несколько лет, всегда получал гораздо больше внимания. Его родители считали, что так должно быть, ведь он мужчина. Они говорили ему, когда вырастешь, будешь сам зарабатывать. Пока что мы помогаем. Екатерина Артуровна учила Сергея ответственности за семью, в то время как Ксении всего лишь говорили «ты должна выйти замуж и придерживаться мужа». Накрывая на стол, она повторяла это с уверенностью. Ксении с упрямством заявила о своей независимости и стремлении к личностному развитию, включая профессиональную сферу. Мать не понимала ее логику и не одобряла ее решение съехать в отдельную квартиру. Но для Ксении это был освежающий шаг в свободу. Человек, который не боится быть первым в своем роде, вступает на путь самостоятельности, даже если это противоречит общепринятым нормам в семье. Екатерина Артуровна была скромным человеком, который всегда ценил то, что у него было. Он придерживался этой философии долгое время. Однако в один момент его соседка получила посудомойку в подарок от своих детей, что сильно его удивило. В то же время Ксения устроила свою жизнь и взяла квартиру в ипотеку, а Сергей, до сих пор живущий с матерью, привел свою жену в этот дом. Через несколько месяцев у них родился ребенок, и они не были особо расстроены, наоборот, радовались большему пространству в своей квартире. Не могу не порадоваться. Мне бы тоже так хотелось, но страх заставляет меня молчать. По какой причине? Потому что у Сергея наступили трудные времена, и вот-вот он может остаться без работы. А его жена, Арина, находится в отпуске по уходу за ребенком и получает минимальные пособия. Важно отметить, что у Сергея имелась также странная черта. Он не хотел делиться своими деньгами, предпочитая жить за счет матери. По его мнению, продукты в холодильнике появлялись сами собой. «Когда ты, Сергей, наконец-то почувствуешь совесть?» — воскликнула Ксения, встретив брата случайно в супермаркете. Перед ближайшим футбольным матчем он заходил за пивом и рыбой. Он отводил взгляд и молча слушал упреки. «Почему ты не помог матери?» — звучал вопрос. Он знал, что сестра была права. «Зачем тебе это?» Слова терзали его. «Мне ее жалко», — прозвучал ответ. Ксения молча стояла, пытаясь осознать сказанное. Он повернулся и ушел, оставив ее в недоумении. Как он умел ударить туда, где больнее? В 33 года Ксения все еще оставалась незамужней, несмотря на то, что ее предатель, бывший молодой человек, давно уже стал отцом и мужем. Продавец, заметивший ее замешательство, предложил помочь. «Вам нужна помощь?» — спросил он. Ксения отказалась, осознавая, что Сергей не дает ей возможности начать новые отношения. Она чувствовала, что он должен взять на себя ответственность, а не оставаться вечным подростком, живущим на шее у матери и думающим только о себе. «Тебе что, в голову вдруг взбрело такое говорить?» «Это же абсолютно некорректно», — выдохнула Екатерина Артуровна, начиная разговор с Ксенией с недовольством. «Мама, я всего лишь высказала свое мнение, защищай тебя. Никто же не просил тебя это делать. Ты ведь даже не подумала, что из-за тебя Сергей выпил спиртное и начал кричать. А у нас маленький ребенок, как можно было не учесть это? Так это из-за меня? Я тут совсем ни при чем». Ксения была в шоке от слов матери. Не следовало ему это говорить. «Ты ведь понимаешь, какой он чувствителен?» Удивительно, насколько мать ценила Сергея, но совершенно игнорировала чувства своей дочери, которая так сильно любила ее. Ксения в очередной раз осталась виноватой после того, как высказала свои мысли в защиту матери и попыталась наставить на путь брата. В квартире за полгода ничего не изменилось, даже посудомойку так, и не купили. Но тут мать неожиданно позвонила Ксении и попросила приехать. «Где Сергей с женой?» — спросила она. «Их отвезли на юбилей. А я с ребенком Ольгой дома», — ответила мать. «Чай выпьешь?» «Нет, мама, не хочу чая. Ты хотела со мной о чем-то поговорить». Внезапно оказалось, что она хочет сделать внучку Ольгу владельцем квартиры, и Ксения была потрясена таким решением матери. Она начала сомневаться в том, что Екатерина Артуровна серьезно говорит. Ксении показалось, что это шутка или проверка на прочность. Но мама настаивала на своем, не желая слушать возражения дочери. Ксении пыталась объяснить ей возможные последствия такого поступка, но Екатерина Артуровна оставалась непоколебимой. В итоге дочь была шокирована решимостью матери и не могла понять, почему она решила сделать такой неожиданный подарок. Мать заинтересовалась, приехавшая на новой машине, спросив, взяла ли она ее в кредит. Ксения осознала, что ей не стоило сюда приезжать. Никаких изменений не произошло, хотя они полгода не общались. «Ты, Ксения, ничего не понимаешь. Это из-за того, что у тебя нет своих детей, поэтому ты так легко говоришь об этом. А я вижу, что Арина все время что-то выкладывает в социальных сетях. Удивительно, что она тебе сказала. Она сейчас занимается с ребенком. Это дело более сложное, чем любая работа. Не преувеличивай, я просто помогаю. Неважно, сама приобрела. Почему-то не пожелала помочь своему брату. Известно же, что его недавно уволили, и сейчас он в поисках работы, а с финансами у него крайне напряженная ситуация». Ксения была поражена размышлениями своей матери. «В конечном итоге, Сергей уже взрослый человек и должен самостоятельно обеспечивать свою семью. Что ты имеешь в виду? Я тебе не загадываю, я говорю прямо. Могла бы купить новый диван для ребенка, вместо того, чтобы использовать старый. И мне нужна хорошая посудомоечная машина. У меня уже болят руки от постоянного мытья посуды». Ксения уже была на выходе, но ее мать продолжала шуметь и возмущаться. Она задала матери лишь один вопрос перед уходом. «Мама, если ты передашь квартиру их ребенку Ольге, они могут просто тебя выселить. Куда ты тогда пойдешь жить?» Однако Екатерина Артуровна отказывалась прислушаться к своей дочери. «Ох, Ксения, ты так упряма. Ольга — моя единственная внучка. От тебя внуков не ждать, и замуж ты? Кажется, так и не выйдешь. Впрочем, неудивительно. Твой характер просто отвратительный. Ты умеешь только о себе думать». После этих слов дочери, Ксения решила больше не доказывать ничего матери. Просто заявила, что если все такие удивительные, пусть купит ей посудомойку. Она сама разберется со своей жизнью. Это было трудно, но ей нечего было делать. Екатерина Артуровна уже давно сделала свой выбор. Больше дочь Ксении им вообще ничем не помогала, и перестала общаться, так как ее, в принципе, там всегда ждали, лишь ради собственной выгоды и денег. Особо никто и не спрашивал, как у Ксении дела. А как вы считаете, правильно ли поступила Ксения? Что не пошла на поводу у матери, не купила машинку для стирки, и брату отказала в деньгах? Ситуация не из простых. Пишите свое мнение в комментарии. Также небольшая просьба.